Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина. Если вы зашли ко мне на канал, значит вам интересна сегодняшняя рубрика. Сегодня начался август, сегодня 2 августа, а это значит, сегодня будут пустые баночки в уходе за собой за июль месяц. Усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и поехали смотреть, что у меня закончилось, какое у меня сложилось мнение, что я повторю, а что я вам совершенно не рекомендую. Итак, ну что, коробочка у меня собралась в этот раз небольшая, немаленькая, но тут очень много разных продуктов, так что видео будет долгим, надеюсь, будет для вас оно интересным и полезным. Я буду доставать рандомно любой продукт, буду вам о нем рассказывать. Не буду я сегодня делить на эти, вот знаете, разделы, волосы, ногти, голова, попа. Все, что мне попадается, по очереди буду рассказывать. Думаю, это тоже будет интересно, так что усаживайтесь поудобнее, давайте уже начнем. Первое, что мне попадается, это маска от бренда Floresan, это горячая маска-компресс для стимуляции роста волос. На самом деле, это очень бюджетная марка в уходе за телом, волосами, лицом, что они там еще производят. Я знакома с Floresan в уходе за волосами и телом. На эту маску у меня есть подробнейший обзор в моем инстаграме, ских 9970, есть минутный обзор на эту маску на моем канале. Да, на моем канале появился плейлист, где я минутные видео рассказываю свое мнение о продуктах. Тоже смотрите, я думаю, для вас это будет полезно. Ну так вот, что могу сказать. На самом деле, эта маска содержит крапиву, хмель, тут у нее достаточно интересное такое, знаете, содержание, перец. Она должна улучшать, усиливать кровообращение, обеспечивать активное проникновенное разных минералов, которые содержатся в этой маске. Рост волос от нее после использования, я, вот знаете, только чтобы там у меня пошли, знаете, там безумный какой-то рост волос. Это как помните, Чарли шоколадная фабрика, когда там они что-то там изобретали, какую-то, какие-то конфеты, и там вот такой лумба-лумб был весь в волосах. Вот как бы, кто смотрел, вы сейчас поймете. Ну так вот, такого я на себе не увидела на самом деле. Но эта маска мне нравится тем, что, во-первых, да, действительно, она очень круто разогревает, она дает достаточно сильное кровообращение. И после ее использования, ее нужно наносить перед мытьем волос, я увидела объем на волосах. Действительно, на моих волосах объем увидеть, это прям, знаете, редкость, это прям большая редкость. Ну, как вы сейчас видите, то есть у меня всегда волосы прибиты к скальку, и поэтому как бы очень редко. А с этой маской у меня получилось, мне эта маска понравилась, она не вызвала у меня никакого негативного о ней впечатления, и я вам скажу больше. Здесь ее объем 450 миллилитров, хватило мне ее надолго, и я ее обязательно повторю, она мне очень нравится. Девчонки, присмотритесь к вот этой баночке, и настоятельно рекомендую ее попробовать, потому что достойный продукт за свою стоимость. Что-то у меня нос чешется, у меня, как я снимаю видео, у меня чешется нос. Следующее, что у меня закончилось, это маска Pharma Citrus, на нее тоже у меня есть обзор. Это от бренда Green Pharma. Знаете, это маска, которая не маска, это маска, которая бальзам для меня, мне ее маловато было. Эта маска у нас направлена на, по-моему, увлажнение, я вам сейчас скажу, чтобы не обманывать. А, это восстанавливающая питательная маска для волос, поврежденных, окрашенных химической завивкой, с растительными маслами, маслом грейпфрута. Она очень приятно пахнет, очень мне нравилась, она такая, знаете, не сильно силиконистая, она практически вообще не силиконистая. Это натуральная продукция, силиконов в ней нет, я не увидела их на волосах. Но для меня это просто очень крутой бальзам. Не более того, ушел достаточно быстро, срок годности после вскрытия у данной продукции 6 месяцев, тоже на нее есть обзор. Если будет возможность, я, наверное, бы себе повторила на самом деле данную масочку, но у меня есть масочка другая от этого бренда, она мне намного больше понравилась, поэтому Pharma Jujoba, по-моему, мне понравилась намного больше, чем Pharma Citrus. Так что, в принципе, неплохая такая маска, но это не маска, еще раз говорю, для меня это какой-то просто бальзам, но она мне больше понравилась. Следующее, что у меня закончилось, это тоже от Green Pharma, ополаскиватель с кератином. Здесь его объем идет уже, по-моему, 200 миллилитров или 250 миллилитров, а 300 даже миллилитров. Что могу сказать? Это у нас идет кондиционер-ополаскиватель, восстанавливающий с растительным кератином, церамидами для поврежденных и ослабленных волос. Производитель рекомендует его наносить на одну минуту, и вроде бы как бы должен быть результат от него. Я несколько раз пыталась наносить этот ополаскиватель на минуту, и я не видела вообще никакого результата. То есть, понимаете, вот то, что вы нанесли ополаскиватель, что не нанесли его этот бальзам, было вообще нулевое. Но когда я наносила этот кондиционер-бальзам на волосы где-то минут на 5-10, я реально заметила результат. Я реально видела то, что волосы, они такие лощеные, они рассыпчатые, они блестящие, они в принципе неплохо увлажненные, но увлажнения мне хватало мало. То есть, производителю, наверное, нужно написать на упаковке, что срок действия данной маски на волосах должен быть чуть-чуть больше, чтобы увидеть результат. Это лично мое субъективное мнение, но неплохая марка. То есть, как бы по большому счету я познакомилась как с бальзамами, я познакомилась с маской, у меня где-то тут еще есть шампунь. Марка неплохая. Я могу посоветовать вам ее прикупить, попробовать. Это достаточно бюджетная маска на сегодняшний день. Ее может позволить себе абсолютно любая девочка, женщина. Я думаю, что она застойна вашего внимания, мне она понравилась. Так, сейчас у меня упадет банка. Все, упала, убежала. Так, следующее, что у меня закончилось, это второй раз, когда я себе покупала, это такой, знаете, контейнерочек, я не знаю, как это назвать. Да, контейнер с дозаторами. Ну, знаете, вот такие вот дополнительные, чтобы переливать. Я не знаю, как называется, в общем, эта штука, в которой продается мыло в таких упаковках, майонезных упаковках, ее нужно переливать в обычное жидкое мыло. Это бархатные ручки, антибактериальный комплекс с маслом чайного дерева. На самом деле, я тут не чувствую масла чайного дерева, я чувствую такой вкусный кремовый аромат. И мне понравилось это мыло, это вторая моя упаковка, я куплю себе еще третью, четвертую, пятую, пока мне не надоест аромат. Мне нравится соотношение цена и качество. Что мне нравится, то, что данное мыло не сушит кожу рук, и что еще нужно хорошо очищать, пенится и полностью смывается с кожи рук. То есть, знаете, нет такого ощущения после того, когда вы моете руки мылом, не очень дорогим, да, и вы вот чувствуете то, что вот вы смываете, 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 а пленка никуда не уходит. Вот я с таким встречалась, вот с этим мылом такого не было. То есть, если вы идете и думаете, какое себе новое мыло купить на пробу, все надоели, можете попробовать бархатные ручки, вот это жидкое крем-мыло с антибактериальным комплексом. Не знаю, насколько оно убивает бактерии, но кожу рук не сушит и хорошо смывается, и аромат у него дико приятный. Мне понравилось. Следующее средство, что у меня закончилось, это была дверевающая паста от Himalaya Hairless. Это моя, по-моему, третья упаковка, которую я беру вот этой пастой. Здесь ее объем, наверное, грамм 70, может быть, 100, что-то я не вижу. Но не стоит, я могу сказать то, что на очень долго мне хватило этой пасты. Обычно у нас паста улетает на 2 человека где-то за месяц, а тут она у нас просто, мне кажется, месяца 3 была. Нескончаемая, она очень хорошо пенится, она достаточно хорошо очищает, состав у нее тоже неплохой. Паста мне нравится, цена у нее не бюджетная, она не стоит там 50-70 рублей, она стоит за 200 рублей. Но можно найти на акциях за хорошую стоимость, срок годности после вскрытия, кстати, 6 месяцев. Она неплохо, еще раз говорю, очищает, немножечко отбеливает. В общем, мне понравилась данная паста, но первые разы, когда я ее наносила, она пахнет, кстати, каким-то непонятным ментовом. Но после него нет ощущения, что у вас там кошки в рту побывали, то есть чистота остается достаточно надолго. Мне понравилась данная паста, если будет акция, обязательно повторю. И девочкам, кто любит именно натуральную продукцию, тоже смело рекомендую попробовать вот эти вот пасты от Himalaya Herbos. Следующее средство, что закончилось, так, у меня, кстати, закончилась альгинатная маска от бренда Тиана. Называлась «Морские сокровища». Кто подписан на меня в Инстаграм, вы регулярно видите, когда я делаю какие-то альгинатные маски, знаете, это бренд Тиана. Да, я вот, я люблю просто альгинатные маски от бренда Тиана. Мне кажется, это цена-качество. И вы знаете, кто смотрит меня уже три года, и моему каналу уже три года, вы знаете то, что я люблю именно соотношение цена и качество. Здесь мне нравится, мне нравится данная альгинатная маска, тут ее 30 грамм, мне ее хватает на два раза использования. Она тут на самом деле у нас предназначена альгинатная маска с витамином С и ацеролой. Мне нравится состояние кожи после этой альгинатной маски. И знаете, вот именно вот это вот морские сокровища мне нравится, то, что цвет лица реально чуть-чуть выравнивается, а девочкам, у кого есть постакне, есть неровности кожи, есть склонность к куперозу. Вот такие вещи вот с витамином С не укрепляют, мне кажется, немножко сосуды, и краснота уходит, у меня тут что-то упало, но ничего страшного, поднимем. В общем, мне понравилась данная маска альгинатная, и я хочу снять подробное видео вам об альгинатных масках, так что ждите в скором будущем. Я надеюсь, созрею и все сниму. Знаете, я такая паразитка, я вам обещаю, а потом пропадаю на 2 недели и закручиваю всех в своих делах и не снимаю. Вот такая я плохая, ай-яй-яй. Следующее, что у меня закончилось, а давайте я выброшу вот такие вот вещи. Вот я понимаю, что сейчас то, что я буду показывать, если вы кушаете, уберите, пожалуйста, пока всю еду от себя, потому что я сейчас буду рассказывать о средствах гигиены в туалете. Да, это, в общем, туалетная бумага, влажная туалетная бумага от бренда Аура. И, ребят, я ее рекомендую уже 3 года. Да, 3 года я ее рекомендую, потому что это реально хорошая влажная туалетная бумага, за недорого ее можно приобрести. Я ее покупаю в Магнит Косметик, она представлена у нас в сети магазинов Санги Стиль. Мне нравится то, что, во-первых, здесь есть клаван, во-вторых, это именно действительно бумага, влажная, и ей удобно пользоваться для ребенка. Так что, если у вас тоже там нежная эта часть, очень сильно чувствительная, тоже могу порекомендовать. 72 штучки и вообще любо-дорого. Следующее, что меня очень впечатлило, я хочу вам тоже их показать, это детские влажные салфетки без одушки от бренда. От сети магазинов Ленты, это была диснеевская какая-то серия, покажу вот так, чтобы было все видно, потому что мне как-то написали замечание, что не видно продукцию, которую я показываю. Тут тоже идет клапан, и мне понравились, мне понравились сами салфетки, мне понравилось то, что нет никакой одушки. И я склоняюсь к тому, что вот такие вот вещи для гигиены, какие-то салфетки, вот круче всего, когда нет одушки, когда вам просто нужно освежить кожу рук, очистить, почистить лицо, я не знаю, ребенку на улице что-то оттереть. Вот это прям вот надо, чтобы не было одушки. Это вот лично мое субъективное мнение, а вот эти салфетки мне очень понравились, очень понравились, их тут 70 штук, и они действительно полноценные, хорошие влажные салфетки, и я вам их рекомендую. Следующее, что у меня закончилось, закончилось средство от бренда Лакрим, это у нас идет шампунь-пенка Лакрис 0 лет. Вот сейчас, наверное, аудитория меня не поняла и не поймет, зачем я купила себе, точнее, ребенку шампунь с 0 лет, если нам вот буквально 28 июля исполнилось 5. Да, поздравляйте меня, я мама 5-летнего ребенка. Ну так вот, почему я взяла данный шампунь? Первое, то, что я не нашла тот любимый наш шампунь от бренда Наша Мама, второе, у нас у ребенка началась в этом году какая-то была дикая потница, то есть у него тоже такая же чувствительная кожа, как и у мамы, и поэтому, собственно говоря, у нас пошла потничка. Вот этот вот шампунь от бренда Лакрим, он содержит салициловую кислоту, он убрал потницу на теле, и я была этому дико рада. Очень удобная, кстати, идет помпа-дозатор, хорошая пена, она очень приятная, и хочу вам сказать, что здесь объем у нее идет, наверное, 200 мл, наверное, где-то, а, 150 мл, нам хватило на 3 недели. Покупала я его, как сейчас помню, за 145 либо за 175, она у нас в магазине продавалась, но вот эта вот пенка, она еще и удаляет севарийные корочки, и помогает вот деткам с 0 лет убирать вот эти вот пленочки, корочки, которые образуются в районе темечки, так что, мамочки, присмотритесь. У меня уже стоит точно такая же пенка до ванной комнате, поэтому мы этим пользуемся, сейчас она нам нравится, потому что я просто нашу маму, бренд «Наша мама шампунь», который я вам много лет рекомендую, у нас просто в аптеке водохоп и не стало, не вижу, не встречаю, видимо, все раскупают, как мне говорит фармацевт, так что вот нашла альтернативу, мне очень понравилось, так что смело могу порекомендовать его. Давайте я вам расскажу, что там, ну ладно. Итак, следующее, что закончилось, а вот, кстати, шампунь, детский шампунь «Наша мама» в миллион и тысяч на раз говорю то, что он нам нравится, хорошо нам, очищает волосики, не оставляет никакой пленки, и я вам тоже его всегда рекомендую, вот этого шампуня я, собственно говоря, у нас сейчас не встречаю в аптеках. Шесть месяцев после вскрытия, календула, ромашка, много-много-много раз вам говорила то, что это крутой шампунь, и еще раз говорю, крутой шампунь рекомендую приобрести для деток. Слушайте, как жарко, ах, фу. Ну, надеюсь, мне хватит снять видео. Следующее, что у меня закончилось, какие у меня баночки непотребны, это пена для ванн, успокаивающий сбор от бабушки, рецепты бабушки Агафьи. Тут 500 мл, и знаете, она пахла, вот эта вот пена, травкой, она пахла русским полем, но я не знаю, как это сказать. Вот тот, кто живет, у кого есть возможность выехать в поле, вот вы это знаете, вот обычное наше русское поле, вот вы поймете, чем это пахнет. Это пахнет зеленой травой, это пахнет какими-то вот цветами полевыми, вот это вот все здесь. Мне нравилось, какая пена была от этой вот пены для ванн, мне понравился аромат, мне понравилось то, что она смывается полностью с кожи тела. То есть, понимаете, бывают такие пены для ванн, когда вы вот начинаете принимать, после ванны принимаете душ, да, когда это все с себя смываете, и остается эта пленка. И вы все время смываете, 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 а ощущение пленки остается. Вот с этой пеной такого нет. Цена-качество здесь, конечно, прям вот соотносимо. Мне очень понравилось, здесь багульник, вереск, пустырник, доник лекарственный. Ни одну эту травку, кроме пустырника, я ничего не знаю, но мне очень понравилось. Еще самое важное, не знаю, правда нет, но производитель написал, что вот эти пены, они основаны на основе мыльного корня. Хочется верить в это, но пена мне понравилась. Если вы любите принимать ванны, и вы тоже устаете очень сильно, и вам хочется расслабиться, вот это вот действительно пена, успокаивающий сбор. Я когда принимала ванну, и у меня было, знаете, такое состояние того, что какого-то спокойствия. Ну я не знаю, как это написать, но пена мне понравилась. Обязательно повторю себе, еще 500 мл хватило, наверное, на разов 5 или 6 принять ванну. Следующее, что у меня закончилось, это масло для душа, расслабление, и это моя любовь от Эколаб. Я могу сказать то, что это моя новая любовь в уходе за телом именно гели для душа. Реально вкусно пахнущее масло, оно пахнет кофе, таким, знаете, кремовым кофе. Вы знаете то, что мне очень сильно нравится гели для душа, крем-гели для душа от Ифраше, но вот это масло, оно смогло меня в себя влюбить. Тоже на него есть отзыв у меня в Инстаграм, и здесь я обязательно оставлю минутное видео. Органическое масло, какаво, экстракт ванили. Я не знаю, как сказать, но это такое очень мягкое молочко, которое просто тихонечко вспенивается и очищает хорошо кожу. Не сушит кожу, очищает хорошо, хорошая ароматерапия, и вообще, мне очень понравилось. Вообще, вот моя любовь, 250 мл, вот этой упаковки, кстати, хватило на месяц при регулярном использовании. Следующее, что у меня закончилось, это тоже, кстати, гель для душа. Это новинка была от Камэ, Passion Forever, и это у нас идет длительный аромат прикосновений на коже, и что-то тут, по-моему, идет микрокапсулами, и тут должны быть спелые ягоды и розы, да. Это единственный гель для душа, который мне нравится, как он пахнет из упаковки, но я не могла им пользоваться на тело, потому что он меня душил. И хочу сказать, я люблю гели для душа Камэ за то, что у них очень яркие душки, они очень хорошо долго держатся, но вот этот аромат не смогла им использовать, и я емула все, и вот он мне попался в руки осенью, и вот только буквально месяц, в начале июля он у меня закончился, потому что нереально долгий у него расход, и действительно аромат держится очень-очень долго, но меня он душил. И даже вот было такое, что я с ним принимала душ, и я просыпалась ночью от того, что вот этот вот аромат, он прям вот здесь вот был, я думала, божечки мои, пойду еще быстренько обкупнусь для того, чтобы смыть, и хоть как-то, чтобы заснуть нормально. Но сам по себе гель для душа, в плане того, что он не сушил кожу, он был приятен, хорошо пенился, хорошо очищал, это было в нем, но вот аромат с ним я не сдружилась. Я уже, наверное, наболтала, не знаю, насколько времени. Следующий, и снова гель для душа. Это уже у нас огненный лед для сильных духом. Это у нас идет от Натура Сибирика, Дикий Морозник, Жгучий Имбирь, Перечная Мята, Конейский Перец и Морозный Рябина. Это у нас гель для душа, который идет со скрабирующими частичками, если будет вам видно. Я хочу вам сказать то, что вот помпа-дозатор здесь вообще неуместна, потому что невозможно ей выдавить продукт. Вот он нифига не работал, я мучилась, вначале мучилась-мучилась, а потом просто открывала и переливала так на губку и вспенивала. Могу сказать особенности данного геля для душа в том, что если вы, к примеру, хотите просто почистить немножечко, так знаете, сделать легкий пилинг тела, то вы просто наливаете это все в руку, массируете, вспениваете и смываете. А если вам нужно именно действительно вот это, вы знаете, теплоту почувствовать данного геля для душа, вам надо взять щетку, налить на губку для мытья посуды, налить данный гель для душа, хорошенечко это все растереть по коже, и вы почувствуете действительно хорошее такое тепло, разогрев вашего тела. Тот, кто пользуется подобными средствами разогревающими, вы сейчас меня понимаете. Аромат мне его вначале не нравился, но когда уже буквально его осталось на два применения, аромат мне приглянулся, и я такая думаю, вот он у меня заканчивается, я буду сожалеть. Могу сказать то, что данный гель для душа кожу не сушил, после него мне не нужно было бежать и мазаться кремом. Вот как-то вот так вот. В принципе, понравился 300 мл, хороший, достойный гель для душа, почему нет, и если будет возможность, повторю. Следующее, что у меня закончилось, это просто, знаете, вот вчера снимала сториз, и такая тоска на меня напала, то, что у меня закончилась паста, сахарная паста для депиляции от бренда Шоконат. Это единственная паста для депиляции, которая действительно работает, после которой нет, знаете, вот этого дикого раздражения на коже, и нет болевого, когда вы делаете восковую депиляцию, шугаринг, нет вот этой дикой боли, вот, понимаете, вот эта дичайшая боль, когда вы выдираете волоски, и особенно, когда это происходит в зоне бикини, к примеру, там вообще дичайшая боль, и прямо, знаете, там вот, вот прям вообще. С этой пастой реально болевые ощущения как-то притупляются. Я не знаю, каким образом и что в этой пасте, помимо того, что здесь есть, по-моему, патока, глюкоза, фруктоза и масло апельсина. Я не вижу их название, в содержании, что тут есть какое-то обезболивающее, но данная паста, она хорошо подчищает, нужно совсем немножечко для того, чтобы очистить кожу от ненужных волосков, и хорошо убирает волосы зону бикини, и для меня это крайне важно, потому что не все восковые полоски, не все пасты для шугаринга, не все воски, которые нужно топить, они как-либо справляются именно с зоной бикини, потому что там всегда намного жестче волосы, чем даже на голени, на руках, и сами понимаете, но эта паста мне нравится, обзор на нее у меня есть, ссылочку, конечно, оставлю, смотрите, как ей пользоваться, очень понравилось, и, кстати, данная сейчас действует промо-акция, если вы заказываете что-то с сайта Шоконад, и если вы внесете промокод Ирин Кокейс, то вы получите набор миниатюрок и пробников, так что успевайте, классная паста мне понравилась. Следующее, что закончилось, это ополаскиватель для полости рта, зеленый чай Листерин, моему супругу понравилось, он с удовольствием пользовался, у меня сейчас аллергия на зеленый чай, и у меня сейчас другой ополаскиватель, из всех ополаскивателей, которые я пробовала на своем веку, Листерин остается фаворитом многие года, потому что он не обжигает, он не сушит, он не жгет, он хорошо действительно дезинфицирует, освежает дыхание, и что еще нужно, и не знать вот этого ощущения, что вот вы что-то такого себе набрали в рот, и у вас там все горит, такого нет, очень классный ополаскиватель, я смело вам рекомендую его обязательно попробовать. Следующее, что у меня закончилось, это базирон, не закончилось, а осталось, я его просто выбрасываю, потому что закончился срок годности, я им пыталась с ним подружиться, это мне советовал горе косметолог, который мне испортил кожу лица, я поняла то, что не мое, это не мой продукт, я с ним мучилась, мучилась, и как-то мне не пошло, почему не пошло, потому что его нужно нанести на руки, вот это все помассировать, после умывания, потом это протереть ватным диском, потом это нужно еще что-то сверху нанести, уход, короче, это такая голематья, которая по итогу, ничего, собственно говоря, на моем лице и не сделала, вот знаете, вот просто вы что-то сделали, что-то не сделали, вообще нет, деликатно очищает воспаленную кожу, не комедогена, не вызывает закупорку пор, но вот по поводу закупорки пор, он все-таки немножечко вызывает, поэтому не могу советовать, а производители его рекомендуют для жирной, проблемной, с наличием из прыщей, проблемной кожи, при наличии белых и черных точек, нет, ребят, проходите мимо, я думаю, что вам не поможет, на моей коже вообще не сработал, то есть как бы в топку уходит, а цена его была, как сейчас помню, 550 рублей, тоже как бы не дешево, следующее, что у меня закончилось, это, слушайте, у меня закончилось средство от горчица трон, шампунь и от горчица трон, бальзам и шампунь, у меня тоже на него есть обзор, проходите, смотрите, очень-очень нравится, и при возможности обязательно его повторю, на лето, когда солнце, когда жара, когда море, когда вот тебе нужно постоянно мыть волосы, это была моя палочка-выручалочка, хорошо очищал, не пересушивал кожу, и волосы были как после салонного ухода, я вам рекомендую попробовать бренд горчица трон, очень классная линейка, и еще у них очень приятная отушка парфюмированного, дорогого такого парфюма, следующее, что у меня закончилось, у меня закончились маски тканевые, для лица, кстати, у меня там еще жидкое мыло закончилось, Кирюхина, оно идет для чувствительной проблемной кожи, с первых дней жизни, тоже очень нравится, и я с удовольствием ребенка мыла, не сушил кожу, и всегда все прекрасно очищал, поэтому мамочки, кто уже сейчас мамочка, у кого, кто планирует уже сейчас скоро быть мамочкой, присмотритесь к линейке косметики наша мама, цена, качество, и она очень хорошо очищает кожу, не сушит, не вызывает аллергии, в общем, смело-смело рекомендую, ну так вот, у меня закончились две масочки, одна масочка, которая меня в себя влюбила, это, кстати, маска прилетела ко мне с Таиланда, с улиточным секретом, могу сказать, то, что реально крутая маска, реально крутая, хорошая маска, я хочу их еще, то соотношение, именно секрета улитки, у меня он, кстати, до сих пор остался, я с ним делаю оригинальные маски, после него кожа такая увлажненная, она какая-то такая напитанная, и все воспаления немножко притухают, и вообще, очень крутая маска, мне понравилась, следующая маска от бренда Цетуа, тоже идет с улиточным секретом, увлажняет, освежает для сухой кожи, с алоэ, с сахарным кленом, она должна еще очищать, в общем, я не увидела никакого результата от этой маски, совершенно никакого, это просто маска, которую я сделала, посидела с ней 20 минут, просто умыла, ничего не увидела, ни увлажнения, ни питания, после нее еще пришлось мне, после нее, кстати, остается липкость, я это все смывала, и потом пришлось кремом наносить, то есть, просто выброшенные деньги мне не понравилось, следующее, что у меня, к сожалению, закончилось, кстати, у меня закончились две маски от бренда Чоколате, одна идет у нас для проблемной кожи, а другая против черных точек, против черных точек у меня закончилось вчера, что могу сказать по итогу, когда они у меня закончились, у меня есть отзывы на них, у меня есть в моем инстаграм подробные на них отзывы, я могу сказать, то, что, наверное, может быть, я попробую еще раз купить себе вот эту вот масочку Black против черных точек, мне понравилось, то, что у меня содержится металл, и она хорошо освежает кожу, но знаете, вот, если вы с утра проснулись, у вас такое припухшее лицо, ее нанести на кожу, и вы такие сразу хоп, и вы приобрели лицо, припухлость куда-то уходит, черные точки, она немножечко осветляет, и она хорошо убирает кожаное сало, она хорошо сибарирует, и она для жирной кожи просто палочка-вручалочка, потому что вот именно в жару, когда я ее наносила, и у меня в течение дня практически не было никакого жира на коже, а это прям дорогого стоит, когда на улице плюс 35, в общем, классная масочка, не то чтобы классная, но нормальная, достойная маска вашего внимания, вот эта маска для проблемной кожи, я ее пробовала, пробовала, наносила, наносила, но так она мне не смогла убрать воспаление, в общем, для меня оказалась это такая маска, которая не работает, вот для меня они не работают, упаковки такие тоже у них весьма интересные, но то, что туда надо залазить руками, мне это не понравилось, вроде натуральная продукция, все должно быть как-то погигиеничной, здесь этого нет, следующее, что у меня закончилось, это точнее не у меня, а у моего супруга, это вот бренда Мирола, сольсеновая паста, средство против перхоти, я ему его покупала до того, как нам попал шампунь от Green Pharma против перхоти, я ему его покупала, мы ему наносили, и знаете, такое средство какое-то непонятное, ни два, ни полтора, вроде бы и убирала перхоть, но вроде бы и не убирала перхоть, то есть знаете, как-то вот такое вот, непонятное, наверное, надо какими-то курсами проходить для того, чтобы был результат, но я супругу делала два раза в неделю, наверное, недели три, и вот как-то что-то вот нет, но у нее такой мерзопакостный аромат какой-то, и она немножечко печет, мне сказал супруг, она немножечко подпекает, ее нужно наносить здесь на 2-3 минуты, если чуть-чуть подождать, там 5 минут подержать, то она поджигает кожу, так как-то, в общем, не знаю, я ее не поняла, вот честно, наверное, надо более регулярно использовать, ей нужно какие-то шампуни от этого же бренда наносить для того, чтобы был результат, но я пока не увидела результата от Сульсена, кстати, тут Сульсеновая паста написано, что помимо того, что она убирает перхоть, она еще активизирует рост волос, что-то как-то я не увидела, что у меня мужа тоже там, как у лумпы, лумпы начали расти волосы, следующее, что закончилось, это, кстати, туалетная бумага, влажная туалетная бумага от бренда Клинец, по-моему, так правильно называется, здесь ее, сколько же у тебя, 42 листочка, тоже влажная туалетная бумага, но она очень быстро заканчивается, и если сравнивать Ауру и Клинец, купите лучше Ауру, она точно такая же, но там очень больше туалетных листочков этих бумажных, и чуть не хуже по качеству и будет бюджетней. Следующее, что закончилось, это жидкость для снятия лака, обычная жидкость для снятия лака, ни больше, ни меньше, снимает обычные лаки, которыми я пользуюсь, глитерные лаки, я им не снимала, сказать ничего не могу, но в принципе, неплохая такая, знаете, обычная жидкость для снятия лака, которую я всегда беру на акциях в магните, если там есть какая-то интересная цена на них, то я беру. Следующее средство от Евсен Лоран, это средство, ремувер для снятия макияжа, ребят, это моя любовь, я влюбилась, мне понравилось, как она снимает макияж с глаз, знаете, вот так хоп, и нету, хоп, и нету, и вообще здорово, единственное, конечно, это ее цена, наверное, как бы не подкупиться будет, но очень радует то, что у люксовых марок, если есть средство для снятия макияжа, вот, к примеру, Евсен Лоран, и вы заплатите денежку за нее, то она действительно отработает свои деньги, она уберет весь макияж с вашего лица, крутая штучка, мне понравилась, у нее, кстати, приятная одушка, по-моему, такая была, да, такая приятная, нежная, такая дорогая одушка, средство для снятия макияжа, закончилась моя любимица, масочка от Леврана, маска для лица противовоспалительной, с ферментами ржи, я ее обязательно повторю, отзыв на нее у меня тоже есть, я вам его оставлю, либо здесь, либо здесь, заходите ко мне в инстаграм, там я тоже для вас делюсь минутными видео, именно отзывами о продукции, если я здесь, к примеру, не снимаю давно видео, то знайте, вся информация в моем инстаграм, очень мне понравилась данная маска, она идет кремовая, когда вы ее наносите, она практически полностью впитывается, она немножечко глушит воспаление, прыщичка, и она выравнивает цвет кожи, и это просто находка, реально находка, и тут единственный минус у нее, это то, что она быстро заканчивается, и ее тут 30 миллилитров, и срок годности 3 месяца, но я могу сказать то, что я ее уже себе закинула в корзину, и большое спасибо компании, Леврана, то, что дали такую возможность познакомиться с данной, с вашей продукцией, мне очень понравилась данная маска, мне кажется, девочке, да у каждой девочки должна быть такая маска, потому что она даже в критические дни, когда вот высыпают вот эти красные прыщички, гормональные, то есть она их немножечко даже глушит, ребят, присмотритесь, мне очень понравилось, следующее, что закончилось, это умывашка, в непотребном виде, от бренда, по-моему, она у меня, да, Холика-Холика с камельей, на нее у меня тоже есть обзор, допользовал ее мой супруг, и он сказал, то, что когда он начал ей пользоваться, у него перестали появляться, у него есть склонность к фолликулиту, это именно вросшие волосики, и он сказал, что вросшие волосики стали уходить, их стало все меньше и меньше, поэтому, девушки, присмотритесь, и своим мужчинам можете прикупить такую пенку, для умывания, чтобы они пользовались, как и для умывания, так и для бритья, в общем, хорошая пенка, именно моему супругу, мне она не пошла, мне она дико сушила кожу, и мне это очень сильно не нравилось, после нее, но она хорошо очищала до скрика, поэтому, тоже, если вы, не привередливая, не такая привередливая, как я, то могу порекомендовать, вам попробовать, вот эту вот, пенку для умывания, от бренда, Холика-Холика, неплохая, с приятным ароматом, следующее, что у меня закончилось, это масло, масло Бэй, от ДНК, сколько я слышала, хвалебных отзывов, об этом масле, что там, вот если им пользоваться, там рост волос, дичайше начинается, там прям, все растет, все пекет, и все очень круто, что-то я не заметила, вот, ну, правда, я им пользовалась, пользовалась, и по инструкции, и без инструкции, и чуть больше, и чуть меньше наносила, не было никакого результата, но не увидела я роста волос, на своих волосах, единственное, знаете, на что мне, вот я навсегда запомню, вот этот аромат, это аромат гвоздики, лаврового листа, и еще каких-то специй, чем пахнет данное масло, но есть и плюсы у данного масла, в том, что, точнее, у этой марки данного масла, очень удобная помподозатор, то есть, это прям очень удобно, тут такой спрей-пульверизатор, вы просто распределяете по корням, это масло, оно нужно наносить только на корни, втирать его, наносить под полиэтиленовую шапочку, ходить так 20 минут, потом смывать, и вот как бы должен быть рост волос, и после его нанесения обязательно должно быть какое-то тепло, здесь идет в этом масле, помимо того, что есть эфирное масло B, тут присутствует еще кокосовое масло, и масло витамина Е, но могу сказать, состав неплохой, и как бы упаковка тоже хорошая, и цена приемлемая, но качество масла, именно эффект от этого масла, я не заметила, рекомендовать я его вам точно не могу, закончилось, у меня три средства от бренда Boro Derm, и ребят, да, вот как бы тут еще одно, и все, и я вас буду отпускать, итак, начнем, наверное, гель от Угрей, на него у меня есть пост, проходите, смотрите, либо я оставлю обязательно ссылочку подробную здесь о нем, что могу сказать, это моя палочка-вручалочка, именно для подкожных прыщичков, у меня есть склонность, именно к подкожникам, вот этот вот гель от Угрей, он делает так, что он просто вот этот вот прыщик подкожный, он его поднимает, он вызревает, и он вызревает правильно, то есть, когда головка поднимается у данного прыщичка, он полностью выходит, и ранка начинает заживляться, помогает заживлять ранки, мне вот это вот масло с чайным, крем с маслом чайного дерева, тоже от бренда Бородерма, мне он тоже понравился, в дуэте эти два средства работают великолепно, это работает, то, что оно вытаскивает всю каку, а это антисептик, и помогает заживлять ранки, то есть, вот если вы еще не знакомы с маркой Бородерма, я вам настоятельно рекомендую вам их попробовать, реально крутые просто средства за копейки, следующее, что у меня закончилось, это был гель с бодягой, и, ну, мы все же знаем, что бодяга для проблемной кожи, это просто какая-то очень крутая вещь, которая помогает убирать постакне, что могу сказать, это вот типичный гель с бодягой, который пахнет ламинарией, его тут 25 миллилитров, но это катастрофически мало, упаковка должна быть чуть побольше, для того, чтобы просто понять это средство, но мало времени мне было для того, чтобы его понять, точнее, мало продукта было для того, чтобы оно подействовало, оно, так знаете, немножечко осветляло, чуть-чуть, но на тот момент, когда она начала уже работать, оно у меня тупо закончилось, но я вам рекомендую, девочкам с проблемной кожей, у кого есть постакне, присмотреться к средствам с бодягой, потому что бодяга действительно неплохо осветляет постакне, и, кстати, еще помогает бороться с морщинками, и так, еще что у меня закончилось, это вот такая вот сыворотка гиалуроновая от Made in Japan, это японская сыворотка гиалуроновая, она полностью полная, пару раз я ее наносила, мне она не пошла, после нее у меня дико сохла кожа, она мне попадалась в какой-то коробочке красоты, не имеет практически никакого запаха, но она мне совершенно не пошла, и еще закончился пробник от бренда Кадали, это у нас, по-моему, идет гликолевая маска, пилинг для лица, 3 мл отхватила мне ее на 2 раза, она так неплохо отшелушивает роговевшие клеточки сверху, тоже такая неплохая, но пока я не надумала ее купить, аллергическая реакция не вызвала, но и вау-эффекты не произвела. Все, ребята, это все, что у меня было, все у меня закончилось, все пустые баночки, которые у меня закончились в июле, надеюсь, данное видео вам понравилось, оно было интересно, и, конечно, оно было длинным, но я хотела вам все сразу же рассказать, и показать, что у меня закончилось, поделиться своим мнением. Да, у меня сейчас на канале проходит конкурс, и он будет проходить ежемесячно для самого активного подписчика, если вы заходите ко мне в инстаграм, и вам не жалко оставлять комментарии, вы под каждым постом активно, тогда вы от меня за мой счет получите, я вам пришлю, точнее, тогда к вам придет подарок от меня, и я вам его пришлю за свой счет, так что приходите ко мне в инстаграм, участвуйте в моих конкурсах, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не всегда это дико приятно, хотите, пишите свое мнение, хотите, не пишите, но мне будет приятно почитать, что вы скажете об этом видео, что вам понравилось, чем вы пользовались, в общем, я по вам соскучилась, наболтала очень много, устала, жарко, всех люблю, целую, увидимся скоро в будущем новом видео, с вами была ваша Ирина, всем пока-пока!